В США сравнили санкции для КНДР, Ирана и России. Американскому Минфину пришлось с хирургической точностью вводить санкции против России, чтобы не навредить экономике США. США не могут проводить против России такую же санкционную политику, как и против Ирана. Об этом говорится в заявлении Минфина США, опубликованном после выступления помощника главы министра финансов страны Маршалла Беллингсли в подкомитете Палаты представителей по финансовым услугам. По его словам, экономика России отличается от экономики тех стран, в отношении которых Штаты ранее вводили санкции. Поэтому, отметил Беллингсли, США были вынуждены адаптировать свой подход. США не могут, например, противостоять российской агрессии с тем же подходом, что к КНДР или Ирану. Экономика России крупна и хорошо интегрирована в мировую экономику, международную финансовую систему и мировые цепи поставок, сказал Беллингсли. Помощник главы Минфина добавил, что Иран и Северная Корея десятилетиями были изолированы от международных финансовых систем. Беллингсли подчеркнул, что американскому казначейству пришлось с хирургической точностью использовать свои механизмы, чтобы добиться максимального давления на Россию и при этом не навредить международной экономике США. Как сообщалось, двумя днями ранее Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний, действия которых, по мнению ведомства, противоречат национальным интересам Соединенных Штатов. При этом в России считают, что многочисленные американские черные списки все больше дублируют друг друга. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPST и Корреспондент.нет по материалам сайта Ньюсгроком.